Чейнлинк прорвался как раз тогда, когда его ждали, и вот к чему все идет. Сегодня опять говорим про цену биткоина. Вместе с DaVinci J15 мы поговорим по поводу биткоина, эфириума и чейнлинка. Мы составим графики и посмотрим, что магическая тирея DaVinci покажет нам, потому что на данный момент цена биткоина очень и очень сильно сдвинулась. Мы поговорим, в какую конкретно сторону цена сдвинется дальше и каких цен мы ожидаем от эфириума. И если у вас есть эфириум, вы должны услышать то, что мы сегодня вам расскажем, потому что у нас для вас очень хорошие новости. И, конечно же, мы вам расскажем про очень важное обновление чейнлинка. Мы увидели прорыв как раз тогда, когда я прогнозировал, чейнлинк растет. И мы расскажем, закончится ли это, или мы ожидаем еще больше рост цены. Мы поделимся с вами всеми нашими особыми установками на торговлю. Ну и, конечно же, очень важные данные у нас здесь. Касающиеся социальных настроений биткоина по поводу его цены. И также, куда потенциально это передвижение битка может привести. Вы не должны пропустить ничего, потому что это видео будет насыщенным. А сейчас я хочу перейти к самому важному сегодняшнему вопросу. Да Винчи, я скучал по этому. Мы давно не виделись, поэтому, да Винчи, как у тебя дела, дружище? У меня все отлично. Знаешь, я не могу дождаться конца 20-го года, ведь мы движемся к 21-му году, где цена взлетит на Луну, я надеюсь. Да, прошло много времени, 2018-й, 2019-й. Конечно, цена в три раза увеличилась с тех времен, но это уже поднадоело. Людям становится скучно. Мы, кстати, поговорим об этом. Но, может быть, как раз-таки сейчас тот самый момент, когда мы должны быть осторожны и смотреть на графики. И это то, чем мы займемся сегодня. Да Винчи, спасибо за то, что уделил нам свое время. Сейчас полдвенадцатого вечера в Чили, так что большое спасибо. И если вы также хотите поблагодарить Да Винчи, который пришел к нам почти что ночью и рассказывает нам все эти важные вещи, убедитесь, что пролистали вниз и нажали на лайк. И если каждый из вас это сделает, будет очень круто, так как сейчас лайкает видео только 10-15% от всех, кто его смотрит. Поэтому, пожалуйста, все пролистайте вниз и поставьте лайк. Для вас это бесплатно, но для нас это очень ценно. Также подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, потому что так вы точно убедитесь, что не пропустите следующее видео, и Ютуб не определяет ваши рекомендации. Ну и давайте перейдем к сути. Спасибо, Да Винчи, что составил для нас эти графики. Начнем с биткоина, а затем перейдем к эфириуму и чейнлинку. Когда она прорвалась, еще здесь, я знал, что нам будет сложно торговать по этой схеме. Мы придерживались боковой торговли какое-то время, и, кстати, мы об этом поговорим немного позже. И как вы видите, как я вам и говорил, ребят, было много моментов прорыва цены, в которых нужно было продавать по короткой ставке. И снова и снова цена падала вниз. Но интересно то, что медведи вообще никак на это не реагировали. Графики снижаются очень быстро. И так они становятся ниже. Но знаешь, они переходят в зону перепроданности, хотя цена укреплялась какое-то время. И из-за этого продолжительного укрепления мы все ближе и ближе к этой зоне перепроданности. Если честно, мне кажется, что эта свеча меняет цвет. Но в любом случае складывается ощущение, что мы прорываемся через этот порог вниз, и скоро будем в этой области перепроданности. Поэтому давление вниз не будет таким сильным, когда мы перейдем через точку перепроданности. Поэтому я был бы осторожен. Если вы придерживаетесь медвежьего сценария, установите несколько жестких стопов, потому что быки могут появиться в любую секунду и просто выкинуть вас с рынка вплоть до следующего века. Да, быки могут быть очень-очень жестокими, особенно по отношению к медведям. Итак, судя по графикам, и только по этим графикам, можно сказать, что давление вниз преобладает. Однако из-за выматывающего периода укрепления, который длился очень-очень продолжительное время, кстати, по RSI кажется, что мы невероятно близки к области перепроданности. Можно подумать, что давление к низу все же есть, но нет, оно не настолько велико. Как только мы достигнем порога, мы можем увидеть зеленую свечу. Космический взлет, который просто уничтожит тех, кто играет на понижение цены. Точно-точно. Так что давайте позаботимся о них. Донесем весь наш скептицизм и осторожность. Убедитесь, что вы точно-точно занимаете наиболее выгодную позицию. Лучше продать по наиболее высокой цене, чем по низкой. Я бы не делал этого сейчас или в ближайшее время. Посмотрим на эфириум, и опять же видим похожую ситуацию. Здесь вы видите основную линию тенденции развития цены. Но в реальности вышло совсем не так. Эту линию мы не можем двигать, но здесь есть новая. И цена уже опустилась ниже нее. Очень утомительно продолжать наблюдать за этой ситуацией. За изменением цены. Я не вижу здесь благоприятного исхода. Может быть произойдет еще один М-образный скачок вверх. График будет идти рядом с линией тенденции изменения цены. А затем мы увидим то, о чем я говорил. Но, но, вот в чем загвоздка. Биткоин и эфириум. Биткоин против эфириума. Там мы видели соотношение эфириума и доллара. Итак, да Винчи, что же у тебя вышло, когда ты сопоставил биткоин и эфириум? Да, так вот в чем загвоздка. Здесь вы видите, вот тут отчетливую W. Взгляните. Эта штука прямо готова взлететь. Но, конечно, мы должны преодолеть эту планку, вот здесь. Однако, знаешь, все сходится. Поэтому есть вероятность того, что в течение нескольких недель наступит переломный момент. В итоге цена на эфириум не будет снижаться так сильно и даже поднимется. К этому все идет. Невероятно. Думаю, это поразительно, как отличаются ситуации с эфириумом по отношению к доллару и биткоину. В первом случае все идет не по бычьему сценарию, однако мы наблюдаем совсем другую картину по отношению к биткоину. Просто посмотрите на эти сходящие линии. Переломный момент в течение четырех недель неизбежен. Скорее всего, цена увеличится. Стоит предполагать цену в 26 миллионов сатоши. Если вам интересно мое мнение насчет этого, я бы принял участие в сделке. Это выглядит невероятно. Ужасно похоже на сходящиеся линии на чейнлинке, за которыми так же, как мы предполагали, последует скачок вверх. Все, кто сейчас нас смотрит, помните, мы предсказали это до скачка. И в итоге все так и случилось. Кстати, хочу напомнить, что если вы так же хотите поддержать нас, лучше торговать на Байбит или Фимекс. Все ссылки есть в описании и комментариях. Однако, если вы хотите торговать, используя кредитное плечо, то у вас должно быть достаточно опыта в этом, иначе нестабильность просто вынесет вас с торга. Однако, если у вас есть опыт, то вы можете найти бесплатные 402 доллара здесь, на Байбит, Фимекс и Дьюдекс. Я бы торговал чейнлинк на Фимекс или Байбит. Если вы перейдете по этим ссылкам, ведете свою почту, зададите пароль, то вы получите 402 доллара бесплатно, после внесения 2 десятых биткоина. Итак, да Винчи, я знаю, что ты получил прибыль с помощью чейнлинка, и я тоже получил прибыль, так как торговал во время прорыва. Я знаю, ребят, что многие из вас так же преуспели в этом деле. Поделитесь мыслями своими результатами в процентном соотношении, или как хотите в комментариях, если вы успели поторговать в этот прорыв, после того, как мы об этом поговорили. Это было бы здорово, всегда приятно видеть, как люди получают прибыль после того, как, конечно, они сами изучили необходимые источники. Итак, да Винчи, что ты думаешь насчет этого? Это предел? Повышение завершается? Или же подъем все еще возможен? Как видишь, здесь очень много V-образных графиков. V здесь, несколько V здесь и здесь. V везде, просто везде. Все, что я вижу, одни V. В ВВВ увидимся на Луне точка ком. Когда мы видим такую картинку, обычно результат оказывается космическим, ага. Итак, цена уже снова выросла, вернулась на это большое V. Не удивляйся, если мы достигнем высот, например, ну, скажем, отсюда. И перетащим эту линию наверх. Мы предполагаем большой прорыв чейн-бинга по отношению к цене биткоина. Цена может достигнуть 73 тысячи сатоши. Это же около 40%, если измерять по биткоину. Так много слухов насчет повышения цены, конечно, надо бы посмотреть. Сможет ли биткоин побить прошлый ценовой рекорд? Около 53 тысяч сатоши. Ну и если сегодня торг закроется и цена будет выше, то это значительно увеличит вероятность достижения предполагаемой цены, так? Именно так. Примерно около 56 тысяч сатоши. Как только мы побьем этот результат, как говорится, новый рекорд, новая покупка. Точно, точно. Новый ценовой рекорд обычно очень хорошая вещь. Может быть не для сбережений, но точно для чейн-линка. Тут мы можем увидеть сдвиги в лучшую сторону. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Очень важно, ребят, я знаю, что вам нравится, когда мы рассказываем об альткоинах. Перейдите в комментарии и напишите о ваших предпочитаемых альткоинах. Также отмечайте те, которые вас больше всего интересуют. А о самых популярных я расскажу в следующем видео. Я уже планирую видео про Вичейн и Кардана. Обязательно оставьте свои варианты в комментариях, чтобы быть уверенным в том, что мы их рассмотрим в видео. Огромное спасибо, да Винчи, за оптимистичный бычий прогноз в краткосрочной перспективе для биткоина, так как мы очень близки к области перепроданности. Но скачок неизбежен. На еженедельном графике уж точно. Но мы не можем сказать то же самое по поводу часового. Давайте подождем и увидим, что покажут графики. Спасибо огромное за всю информацию, которую ты нам дал сегодня. И для всех, кто досмотрел до конца этого видео, у меня есть очень приятные бонусы насчет данных. Я хочу еще немного, на две минуты, обратить ваше внимание на кое-что. Если мы перейдем сюда, на CryptoFee and Grid Index, здесь мы увидим последние 12 месяцев. И, как вы видите, ничего не предвещает новых рекордов. Космических чисел на повышение или на спад. Хотя и был очень нестабильный период вот здесь, когда началась ситуация с коронавирусом. Но посмотрите на этот порог. Это 50-процентный порог, который отделяет медвежью и бычью области на рынке. И вы можете увидеть, что в течение 12 месяцев, 80% всего времени мы были на медвежьей стороне. То есть 80% времени биткоин был на ужасающих позициях. Но я бы сказал, что на слегка ужасающих позициях, так как, по-моему, этот период иссякает. Наступает конец медвежьей торговли. И я бы сказал, когда люди не совсем придерживаются медвежьего сценария, они выдыхаются и уходят с рынка. И все равно остаются на медвежьей стороне рынка. Хотя на этой стороне у нас уже есть три падения. Учитывая это, а также социальное настроение биткоина на сайте Sentiment. Кстати, ссылка на бесплатную регистрацию есть в комментариях. И я бы хотел спросить тебя, да Винчи, по поводу того, что как только произошел спад наполовину, упоминание биткоина по ключевому слову биткоин резко уменьшилось. 70% людей ушли с рынка. Люди напуганы. Они устали. Людям становится скучно, и они уходят с рынка. Изменчивость рынка также уменьшается. Что ты думаешь по этому поводу, да Винчи? Насколько это важно для цены биткоина? Ну что ж, если посмотришь на этот график, в общем-то ты можешь прямо по нему и торговать. Он такой же, как и любой другой рынок. Да, периодически люди бывают очень эмоциональными, особенно когда это касается лучшей цены. И все это, конечно же, отражается на цене. Вот, например, как здесь. Здесь отчетливо видна негативная корреляция цены. Я думаю, все это происходит, когда люди слишком ведут себя по-медвежьи. Дампят и понижают цены, поэтому вещи меняются очень-очень быстро. И если бы я, например, здесь трейдил, кажется, что сейчас все развернется. А иногда, например, кажется, что пойдет вниз. И достигнет новой, самой низкой цены. И вот оно кажется уже здесь, но потом мы видим огромный разворот вверх. И блин, это очень эпично. Да, точно. Посмотрите на эту изменчивость, которая до сих пор происходит на рынке. Все исторические изменения имеют схожую структуру. Относительные изменения, социальные упоминания, Fient Grid Index, все иссякает и выдыхается с сумасшедшей скоростью. И да, очевидно, негативное влияние на цену. Но есть одно исключение из правила. Это было в ноябре 2018 года, когда медвежий рынок еще не завершился. Упоминаний почти не было, цена снижалась, а также учитывались другие времена, когда ситуация была похожей. Тогда скачок вверх был неизбежен, хотя бы на еженедельных данных. Так что да, спасибо за твои мысли по поводу всего этого. Большое спасибо всем, кто вернулся на наш канал, а особенно тех, кто досмотрел видео до конца. Это очень-очень много для нас значит. И для тех, кто досмотрел до конца, у нас есть очень интересная информация. И еще раз напоминаю всем, что если вы заинтересованы в кошельке Пандора, но не только в нем, если вы также заинтересованы в невероятных мыслях да Винчи, у него есть супер-секретная специальная группа в Телеграме с очень интересными людьми. И вы можете попасть в эту группу, просто зарегистрировавшись в кошельке Пандора. Вы получите бесплатную группу от да Винчи, который постоянно обновляет информацию о новых установках на торговлю. Представьте, вы получите частичку мозга да Винчи совершенно бесплатно и полностью в реальном времени в Телеграме. Да, если вы зарегистрированы на 3wpandorowallet.com и подписались на один месяц, три или один год, то вы можете вступить в нашу группу в Телеграме. На странице, где вы вводите свой никнейм, есть панель с управлением, где находится наш бот, который перекинет вас в этот чат, и вы увидите все, что я делаю со своей стратегией пожилой маленькой леди. Когда я покупаю, вы увидите, как я торгую биткоином, и также я делаю видео. Приватные видео с ответами на вопросы каждое воскресенье для этой группы. И когда группа вырастет, когда у нас будет больше тысячи человек, я буду делать больше видео. Я сменю временную зону, так что все смогут поучаствовать в нем. Итак, да, мне было очень приятно, и я надеюсь, все, кто посмотрел это видео, также получили удовольствие. Чудесно, спасибо большое. Я видел несколько твоих трейдов альткоинов, некоторые из них просто сумасшедшие. Так что да, я желаю всем удачи с этим. Конечно же, зацените невероятный продукт, кошелек Пандора, который уже настолько вырос, и к нему можно прикрепить огромное количество альткоинов. Так что, как и всегда, извлекайте из этого выгоду. Да, спасибо всем за просмотр. Не забывайте про наши партнерские программы, и также не забывайте переходить по этим очень важным ссылкам. Вы получите бесплатные данные от Sentiment. Когда кликните по этой ссылке, вы получите несколько недель совершенно бесплатно, и увидите данные по биткоину, эфириуму, чейнлинку, все это, конечно же, будет бесплатно, но только по нашей ссылке в прикрепленном комментарии. Убедитесь, что перешли по ней. Огромное спасибо за просмотр, огромное спасибо, да Винчи, за всю информацию от тебя. Кстати, уже почти полночь. Спокойной тебе ночи. И я хотел бы попросить тебя сказать пару слов напоследок. Итак, медведи, играйте от позиции, и не дайте себя поиметь. Точно, не дайте себя поиметь, ребята. Большое спасибо за просмотр, большое спасибо, да Винчи, за всю информацию, которой ты с нами поделился. И, как обычно, ребятки, увидимся совсем скоро в нашем новом видео. На ММКрипто уже завтра. Так что убедитесь, что подписались на канал. Ну и, как обычно, ребята, пока-пока.